Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня это... Я бы не сказал, что это будет какая-то серия, я бы сказал, что это больше как бы, ну не подкаст, но... Как это называется-то, я не знаю, как это назвать, даже превью для события, что ли. В общем, в это воскресенье, ребята, будет такая тема, что... Многим, наверное, из вас надоело участвовать в конкурсах, которых вы просто не можете победить, потому что там чертов рандом, да? Ну, то есть эти конкурсы, типа там, понедельников, там, сред, не знаю, там, посреди недели и так далее, да? То есть разных игрушек в стиме, там, или ключей Майнкрафта. Вот, и я придумал такую тему, что... А, почему я придумал? Может, я тут уже делал до этого, я что-то видел, у кого-то там, то ли Влад Некса, естественно, такая тема была, то ли у кого, короче. Я сделал быстренько на 200 слотов такой сервер для пираток и для лицензии, то есть неважно, с чего вы сделаете, главное, чтобы у вас был 1.7 лаунчер, неважно, пиратский или лицензионный. И вот, ребятки, в чем заключается вся суть, а суть заключается в том, что вот я быстренько построил карту, ну, как быстренько, это было не очень быстро, это было довольно-таки долго. Мне еще помогали некоторые модераторы и билдеры с нашего проекта, именно с Кристалликса, вот видите, здесь наш логотип Кристалликсовский, вот, если вы видите, как будто в лобби сделано в нашем стиле. И здесь дальше два пути. Два пути, оба они ведут к победе, я не скажу, какой быстрее, какой, может, проще, вот, а короче. По сути, они абсолютно идентичны, вот, мир был изначально плоским, и вот немного WorldEdit, там немного так-так-так-так, и, в принципе, он стал более-менее красивший. Короче, этот ролик, он будет короткий, я так, в двух словах скажу, то, что вас ждет очень много интересного, вот там вот, и вот там вот дальше, очень-очень много интересного. И, естественно, я сейчас объясню некоторые правила, которые будут, да, то есть, ну, естественно, если будут читерить, то читеров мы будем банить, и они, тем более, не будут ничего получать, это 100%, потому что я знаю, что такие найдутся. Мы, конечно, поставим, скорее всего, NCP сюда, но он, ну, то есть, научит плюс против таких людей, как бы здесь не будет такого жесткого PvP, поэтому, то есть, здесь PvP вообще не будет, поэтому, только в конце, но это будет все равно отслеживаться, все это дело. Сейчас я объясню некоторые правила. Сервен на 200 слотов, то есть, сможет сюда зайти 200 человек, он пиратский, то есть, вы сможете сюда попасть, но не факт, что все смогут сюда попасть. Я, опять же, понимаю, но больше 200 слотов я сделать не могу, потому что, ну, сами понимаете, может сильно нагрузить сервер, он может упасть или будет лагать, а это тоже все очень опасно, ребята. Вот лобби такое простое, если ничего такого прям серьезного нет, и два пути, два пути к цели, там следит еще третий путь есть, но он пока убран, да, это на будущее, видите, плоский мир начинается здесь, ну, ладно. Так вот, ребятки, в чем я хочу рассказать, в чем будет задача, нужно будет пройти испытаниями, которые мы вам подготовили, они очень простые, по сути. Лабиринты, паркуры, мобы, какие-то квестовые задачи, вот. И те 10 человек, которые пройдут, они уже будут застойны каких-то призов в виде игр или чего-то еще, но это будет еще, я об этом продумал, что будет, как я еще на самом деле не думал, что же дать людям, вот. Но пока что, ну, есть несколько идей, возможно, даже первое место получат лицензию Майнкрафта в виде ключа, но это пока еще не факт, ребят, я еще пока не знаю. Я еще все, еще несколько раз продумал, и в подконец будет по ВП-арену, где-то 10 человек, 10 победителей будут драться, и те первые 3 человека, которые выиграют, они получат дополнительные призы еще на моем проекте Кристалликсе. То есть, это вот карта, как такова, видите, как бы, наш логотип, все-таки наши же ребята строили. То есть, это вот именно те 3 места, они получат вроде бы премиумы на любом сервере Кристалликса, которые они захотят на месяц. Вот. То есть, такая вот фишечка интересненькая довольно-таки. Но это мы уже посмотрим. Естественно, здесь в основном все качества будут в плане поиска на местность, вот там вот лабиринт, там у нас вроде как-то паркур идет, но не беспокойтесь, несколько испытаний будет, их множество. Вот. И вы, как бы, уже сами выберете, что и как делать. Я это буду все записывать и потом сделаю, возможно, нарезочку, либо если кто-то очень быстро прям пройдет, я думаю, 10 человек говорит, что это быстро пройдет, я нарежу некоторые моменты, может быть, полностью весь ролик выложу, может, в несколько этапов выложу ролик. Вот, как это все происходило, думаю, будет довольно-таки интересно и весело, то есть, я подумал, почему бы нет для своих подписчиков не сделать такую развлекаловку, это все-таки мои же любимые подписчики. Может, это реально, многие, я заметил, начали писать эти конкурсы, хотя, знаете, я, наверное, и конкурс после этого еще проведу, будет у меня, не знаю, у меня хорошее настроение, разыгрываем дофигища всего. Вот, раскошелюсь немножечко для вас. Ну, и, в общем, такие дела, но это ничего страшного, такое бывает, то есть, как бы, тут уже все будет завести именно от вас, в отличие от конкурса. Ну, естественно, будет для конкурса, конкурс после этого еще, наверное, в понедельник в этот, то есть, в воскресенье, наверное, вот эта вот штука будет. Ориентировочно сейчас скажу, как вы узнаете IP-адрес, IP-адрес сервера я, наверное, сюда скидывать не буду. Сделаем так, в 15.00 по Москве, в воскресенье, я напишу точное время, когда сервер будет запущен, то есть, вайт-лист исчезнет, и IP-адрес, свою контакт-группу на стене. То есть, чтобы попасть, вам нужно будет зайти в мой контакт-группу, лучше подписаться сразу же, там, зайти в моя ВК-группа, она, ребятки, есть в описании под видео, можете посмотреть, поискать, там вся эта информация есть. Я же всю карту, как бы, не хочу показывать, только потому, что, ну, вы это будете, значит, примерно будет, я так чисто показал первые два испытания, чтобы вы не пугались, вот, чтобы вы знали, что, в принципе, ничего сложного нет. Не бойтесь на всяких паркуров на лошадях и командных блоках жестких, не бойтесь, все стандартненькая карта, но все-таки, сами понимаете, делайте своими руками, быстро очень, за день, буквально, мы все это построили, вот, но, все, как я и сказал, для вас, моих любимых подписчиков. Все-таки, я настолько ничего не сделал, это надо, вот, не знаю, вот такой вот, пусть будет конкурс, потому что, реально, в этот раз все будет зависеть только от вас, ребят, от ваших сил. Ну, да, победить сильнейшие, но это правило жизни, ребят, побеждают всегда сильнейшие. Ну, а на этом, я думаю, стоит, наверное, завершить этот ролик, вы, в принципе, все поняли, под конец будет ПВП, там, по один на один будут равные условия, а это уже те, кто пройдут. Я сразу же скажу, неважно, по какому пути пойдете, по фиолетовому или зеленому, кстати, надо было сделать, наверное, синий и красный, как, знаете, в матрице, какую-то облетку ты выберешь. Вот, мобы будут отключены, только на некоторых воспитаниях будут мобы, которые будут вам мешать. Естественно, сразу же скажу, наверное, либо это будет уже сказано в игре, сейчас я возьму золотой блок, вот будут иногда встречаться вот такие золотые блоки в полу, ну, так, давайте я в один выключу, вот такие вот золотые блоки в полу, и на них, вот на этих блоках можно будет прописывать команду sethome, и это будут контрольные точки после каждого испытания, либо прямо во время испытания будут такие блоки стоять, на которых можно будет сделать контрольную точку, то есть, сохранение, почему мы сделали это не через кровать, потому что все поспать не смогут, ну, думаю, дальше уже понимаете. То есть, такие контрольные точки будут встречаться, но их нельзя будут, ну, там какие-то ограничения, конечно, будут введены, то есть, их везде написать нельзя будет, только в этих золотых блоках. Это мы, как раз, все сделаем за завтрашний день, за субботу уже, и вы, если зайдете, естественно, все порадуетесь, поиграете, повеселив себя-то, короче, но если не придет 200 человек, то, если придет 200 человек и больше, то сразу скажу, ребят, простите, те, кто не смогут зайти, и да, если вы вылетели, но вы были у самого финиша, это не значит, что мы кого-то будем кикать, чтобы вас впустить, ребята, потому что все равны, вырубайте все программы, когда будете играть, не знаю, сколько это будет проходить времени, и сколько победителей, которые первые пройдет, будут ждать остальных ребят, потому что, в принципе, это неизвестно. Ну, то есть, ребятки, посмотрим. Призы, я думаю, говорю, либо в это... А, в это же, наверное, воскресенье, когда напишу время, напишу, что будет разыгрываться, скорее всего. Так что это 15.00, это воскресенье, я даже скажу число. Число, 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 тут будут какие-то автосообщения, наверное, стандартные, я их потом сделаю. Это будет 16.00, это число, воскресенье. Вот, увидимся, ребята. Ну что ж, в принципе, в этом все, с вами был Демастер. Всем спасибо за просмотр, жду вас всех на Эвенте. Всем удачи и пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok